Продолжение следует... Хочу поблагодарить руководство и всех присутствующих за эту возможность перед вами выступить. У меня работа будет довольно прикладная, представлена, потому что, вы знаете, хотя мы все академические исследователи, но почему-то под веянием последних лет все больше от нас требуют, чтобы мы как-то вываливались в практику. И вот мы представили грант на разработку двухкомпонентного противоболевого препарата, и я об этом хочу сейчас вам доложить. Значит, я вот здесь добавил слово «долларомикс», потому что, значит, точно так, как в последнее время уже не получается только одним направлением и одной наукой исследовать, говорят уже «протеомикс», «липидомикс», «веномикс», «геномикс». А вот, значит, в связи с тем, что по-латыни «доллар» — это боль, скорбь, поэтому, значит, все те исследования, которые посвящены исследованию боли или противоболевых, значит, агентов, это все включается сегодня в понятие «долларомикс». Это вот так, я как… Ага, все. Так, очень коротко о главном, так сказать, то, что у нас, значит, то, что мы говорим о боли, это обычно считается, что это якобы понятие субъективное и присуще высшим животным. И обычно боль оценивается в клинике, это когда вот такую вот шкалу представляют и просят пациента описать, какого уровня он боль испытывает. А вот ноцицепция, о которой в свое время, как сказать, ввел, значит, в обиход этот Шерингтон, это, значит, объективная сторона всех этих болевых импульсов, которые вот от чувствительных афферентов через определенную, значит, нейронную систему доходят до мозга и оцениваются. Правда, есть сейчас варианты, когда смотрится, вот я вам привел тут магнитный резонанс, изображение, когда вот субъективную боль хотят сопрячь, как-то связать с объективными какими-то показателями изменения в мозгу. Или вот есть биохимические исследования, когда смотрится, скажем, гипоксантиноксидаза, или, скажем, вот в крови количество, значит, мочевой кислоты считается, что когда организм испытывает боль, то количество мочевой кислоты увеличивается в этот момент. Есть еще, конечно, нейрофизиологические исследования, которые тоже как-то с этим сопрягаются. С другой стороны, когда бывает вот такой болевой импульс, или точнее, вот какое-то повреждение, оно обязательно сопровождается, конечно, и воспалением. И вот воспаление, которое начинается в области повреждения, оно, естественно, приводит к определенным изменениям в ткани. И есть, вообще-то, пентада, но я тут тетраду, значит, привел. Это колор, или, значит, когда эта часть, область начинает нагреваться, и температура изменяется в области воспаления. Ну, это рубор, это покраснение, тюмор, это отек, естественно, происходят какие-то отечные процессы. И, наконец, вот наш, значит, доллар, то есть вот испытывание боли. Куда надо держать эту штуку? Или вот здесь? А? Не, верхняя, но кто реагирует на это? Я просто... Я сам не заплачу, поэтому... Не, ну, видимо, где-то здесь приемщики... Переключатель не хочется? Ага, кто это? Ну, да. Вот один и все. О, спасибо. Не держать. Да, не держать. Вот. Обычно для того, чтобы произвести противоболевой препарат, известны различные, так сказать, ресурсы, источники. Вот я здесь привел растительные в большом количестве. До сих пор 90% всех лекарств вообще, они получаются, значит, из растительных источников. Знаменитый вам морфин, кокаин, тетрагидроканабинол из каннабиса, то есть вот это канапли, скополамин и так далее. Есть еще и некоторые противоболевые препараты, которые сегодня получаются, так сказать, животного происхождения. Знаменитые конусы, это очень ядовитые моллюски, которые поражают свою жертву, но их вот эти самые определенные токсины имеют хорошее противоболевое действие. Ну, знаменитый кобра-токсин, который тоже блокирует очень много каналов и проведения по афферентным путям. Из синтетических вам хорошо известен прокаин, который мимикрирует кокаин. Прокаин – это нам хорошо известный в советской версии навокаин. И, конечно же, сильно развиваются сегодня вот все эти исследования инсилико. Я вот нашел это последнее время, нашел вот это исследование. Я был поражен количеством подходов вот этих синтетических, пока еще не синтезированных, легандов только к одному мю-опиоидному рецептору. Здесь просто плохо видно. Это 4, значит, миллиона сочетаний, извиняюсь, 4 триллиона сочетаний, после чего, значит, получился целый хемотип веществ, который может, значит, служить как противоболевое средство. Какие классы есть вообще противообезболивающих препаратов и противовоспалительных? Мы хорошо знаем, что есть так называемые стероидные противовоспалительные, противоболевые препараты, и есть нестероидные. Нестероидные – это классика, вот там, типа аспирина, диклофенак и так далее. Правда, стероиды работают лучше, потому что они начинают работать раньше, когда кредка повреждается и выбрасываются цитокины воспалительные и разрушаются мембранные фосфолипиды, то, значит, кортикостероиды блокируют все это, значит, воспалительный процесс на уровне уже активации фосфолипазы А2, в то время как нестероидные противовоспалительные препараты уже после того, как, значит, арахидоновая кислота должна попасть, по идее, в руки циклооксигеназы, там превратиться в кучу всяких простоноидов воспалительных, они блокируют фактически работу этих ферментов. Однако хорошо всем известно, что на сегодня практически врачи избегают использовать стероидные препараты, потому что это имеет большие побочки. В частности, если только мы прочтем глюкокортикостероид, мы уже вспомним, что будет большой выброс глюкозы и так далее, в общем, и это может потом иметь, соответственно, не совсем положительные, значит, воздействия. Какие каналы вовлечены в болевой вот этот момент того, что вот у человека или у животного возникает чувство боли? В принципе, для того, чтобы бороться и побеждать боль, сначала надо понять, а как она возникает и по каким путям идет. Здесь вот я тут представил несколько каналов и несколько рецепторов, в частности, вот так называемые асик-рецепторы, да, вот это протон-чувствительные рецепторы, тепловые, холодовые, повреждения самого нерва. Хотелось бы вам, значит, показать еще отдельно вот так называемые ТРП-каналы, его transient receptor potential, ванилоидного типа, которые, кроме того, как чувствуют, значит, тепло, а это различные рецепторы, которые чувствуют различные диапазоны, одни заодно и участвуют, значит, в восприятии повреждающих импульсов. Кстати, вот на канал ТРП-В1 действует еще и капсаицин, и поскольку канал ТРП-В1, он тепловой, то есть он обычно реагирует на тепло, то капсаицин, который проникает через мембрану и, значит, работает с этим рецептором, он дает нам чувство тепла. Это очень интересно, что ментол работает с холодовыми рецепторами и дает нам чувство холода, а, значит, капсаицин дает нам чувство тепла. А в антинодсцептивную систему вовлечено очень много различных, значит, веществ. Это опиоиды, моноаминергические, вот эти все классы веществ, холин, габаэргик, канабиноидные и вот та самая орексиновая система, о которой мы говорили. Я просто хочу остановиться на вот этих двух вариантах рецепторов и, соответственно, их легандов и отметить очень интересный исторический факт. И канабиноидная система, и опиоидная система были, значит, в принципе, найдены, понятые исследования, исследованы с точностью до наоборот. То есть это получилось так. Сначала появился морфин, потом ученые задумались, а с кем этот морфин реагирует. Нашли, значит, рецепторы, которые были названы опиатными, а потом уже задумались. Но ведь, собственно, этот рецептор же не был для морфина синтезирован и эволюционирован. И потом уже выявили, что есть большая группа эндорфинов, динорфины, всякие там метэнцеэнкефалины и так далее, которые являются уже эндогенными легандами, в то время как, скажем, морфин является экзогенным. Абсолютно то же самое произошло и с канабиноидной системой. Сначала, значит, был тетрагидроканабинол, потом нашли канабиноидные рецепторы, а потом уже выяснили, что, ну, там выяснили штук 5-6, а здесь вот два основных канабиноидных рецептора, это CB1 и CB2 канабиноидные рецепторы, и что на CB1 канабиноидный рецептор именно действует анандамид или арахидоноилэтаноламин, а, соответственно, на CB2 действует два арахидоноилглицерол. И, в принципе, если смотреть, это, конечно, две разные системы, но они в основном работают по тому же принципу, прессинаптически. Они не позволяют, чтобы входил кальций и выбрасывался медиатор, скажем, в данном случае, приведем глютамат, да, а на постсинаптической мембране, если они бывают локализованы, они приводят к гиперполяризации постсинаптической мембраны, то есть и прессинаптически, и постсинаптически, они работают, в принципе, того, чтобы максимально заблокировать проведение импульса. Ну и поскольку я про ТРПВ поговорил, так сказать, я решил просто чуть-чуть, наверное, похвастаться. В 21-м году нобелевскими лауреатами стали Дэвид Джулиус, который вплотную исследовал вот эти каналы, значит, Transcendorship Potential, а, значит, Артем Потапутян исследовал так называемые пьезорецепторы. Про пьезорецепторы было очень мало известно, а потом такое выяснилось, это не только, значит, расширение легких, это не только рост, значит, костной ткани под действием мышечной, поэтому именно у космонавтов потом идет, значит, ослабление мышечных структур. Но также оказалось, что пьезорецепторы тоже участвуют в оценке механической боли. Так что фактически у нас есть очень много рецепторов, которые реагируют на боль по-разному, как я уже сказал, термо, механу и все такое прочее. Кстати, вот видите, что может произойти с простым армянским ученым при таком нахальном финансировании американском, да, явно, значит. Вот. И вот, если вы помните, был один доклад, где говорилось о том, что крыса не может доложить, вот это, на самом деле, большой факт, что, значит, от крысы мы не можем получить вербального отчета о том, больно ли ей и насколько больно. Поэтому существует ряд методик, которые позволяют, ну, ученым сделать вид, что они якобы оценили вот эту так называемую боль у животного. В частности, вот формалиновый тест всем хорошо известный, это когда в заднюю лапку вводят формалин с тем, чтобы она потом, значит, обращается к задней лапке, постоянно покусывает, а вы сидите, значит, рядом с клеточкой и считаете количество укусов. И чем больше она кусает или лижет свою лапку, тем, значит, ей больнее. Вот это, причем, почему задняя лапка, потому что передняя лапка, она связана с грумингом, поэтому могут быть ложные подсчеты, поэтому заднюю лапку. Ну, вот плейт-тест – это горячая пластина. Там помещается животное на пластину с температурой 55 градусов, и когда ей, значит, бывает больно, то есть плита это обжигает лапку, она обычно делает скачок, чтобы выскочить. А вы, значит, смотрите, сколько времени она выдержала. Естественно, если вы дали противоболевой препарат, то получается… А как время-то летит, а? Так, ну ладно, про наши дела. Значит, мы решили сочетать два, значит, класса веществ совершенно принципиально разных. С той стороны у нас, значит, змейный яд или кобры, с этой стороны у нас эфирное масло. Эфирное масло душицы. Интересно тем, что оно содержит большое количество… У нас армянской душицы, потому что в других местах более… У нас высокогорная, надо же похвалиться, да? Большое количество бета-кориофилена, который является, значит, этим самым легандом для СИБИ-2 рецепторов. СИБИ-2 рецепторы только в иммунной системе, СИБИ-1 в центральной нервной системе, СИБИ-1 – это психотики, А здесь только противоболевой эффект. Поскольку по кобрам бывают разные статьи, но нигде не было их сравнения, мы решили в одном и том же состоянии, при одних и тех же условиях, исследовать пять кобр. И мы исследовали яды пяти кобр, нашли, что самая лучшая кобра имеет, дает противоболевой эффект в формалиновом тесте – это красная плюющая кобра, выбрали этот яд и, соответственно, выбрали, значит, эфирное масло душицы. Здесь компоненты, если потом будут вопросы. Мы прошерстили все, посмотрели и по дозам, посмотрели и по времени, то есть вводится через 30 минут и через 15 минут. Посмотрели, насколько, значит, старое и новое эфирное масло друг от друга отличаются и получили соответствующие результаты. Но я потом обобщенное все вам покажу. И так, значит, потом мы совместили их. Совмещение – это отдельный вопрос, о котором я тоже сейчас скажу. Наилучший результат мы получили, когда ориганум вульгаре и сэншел ойл и, значит, ная-ная палида, то есть красная кобра, мы сочетаем, наилучший противоболевой эффект мы получили. Я на этом не буду останавливаться, это, значит, механизмы. И мы вернулись, как говорится, от патрия на родину. А почему бы нашу гюрзу не посмотреть, когда она принципиально отличается от кобра? Там нейротоксидный, нейротропный яд, здесь гемотропный. И мы, значит, в свое время довольно давно, наверное, лет 5-6 назад, вместе с Владимиром Виленовичем Безугловым исследовали, потом мы посмотрели, что самый болевой компонент – это фосфолипаза А2 яда, и решили посмотреть, значит, не те высокие дозы, которые вызывают боль, а низкие. И вот когда мы посмотрели низкие дозы, оказалось, что гюрза не хуже кобры работает как противоболевой препарат. Ну, мы делали и формалиновый тест, и горячую пластину, и вот есть такой тест, называется уксусные корчи, да, это вот, так сказать, моделирование абдоминальной боли. И если вы заметите, то даже эта самая гюрза работает даже лучше чистого бета-кариофилена. И вот, наконец, я вам представляю вот этот так называемый суммарный график, где вы можете увидеть все варианты обезболивающего действия относительно контрольного формалина. И вот то, что вот достаточно хорошо работают эти вещества, по сравнению с классическими, стандартными противовоспалительными средствами. Вот, пожалуй, так сказать, я еще вот механизм я рассказывать не буду, потому что это спекуляции на вольную тему, но, так сказать, с определенным пониманием. Это вот у нас практически и научная сторона, что мы будем делать. А вот это вот, так сказать, ну, тогда я был на рыбалке, когда они работали, потому что по принципу капицей, да, руководить, это чтобы детишкам нашим не мешать. Вот так вот приблизительно мы работаем. Спасибо большое. Большое спасибо. Коллеги, одну секундочку. У нас одного доклада не будет. Значит, на ваш суд мы можем всем дать чуть-чуть побольше или пораньше закончить? А что ж мне не дали? Только что. Только что выяснили. Сейчас, ну, вот, коллеги, как вы хотите? Я очень надеюсь на вопросы. Можно короткий вопрос? Да. Сразу. Скажите, пожалуйста, зачем змеям надо обезболивать? А, сейчас. Все равно они съедят. Сейчас объясню. Чтобы не дергались. Вы знаете, вообще-то, вообще-то это присуще в основном кобрам. И здесь есть принципиальная разница. Значит, смотрите, кобра кусает, как собака. Она, значит, хватает добычу и держит. Гюрза, это у нее совершенно другой зубной аппарат. Там у кобры они не складываются. Они как клыки у волка. А у гюрзы очень тонкая система, шарниром открывается. Значит, она кусает, потом быстро вынимает, убирает зубы, чтобы у нее не вырвали. Вот гюрза, когда кусает и быстро отпрянула, ей абсолютно не важно, мышка дергается, не дергается, потому что она затрепыхается, а потом она пойдет и поймает. Поэтому у гюрзы такого специального механизма обезболивающего нет. А у кобры есть, потому что кобра держит, и ей неприятно, когда она хочет эту жертву сесть, а эта жертва трепыхается. Поэтому у кобра особо сильно развито противоболевое. Кстати, я вам скажу, скажем, чем меньше ядовитое животное, тем более сильное болевое оказывает, яд оказывает действие. Скажем, скорпионы и, скажем, есть такие балет-ант, то есть муравей-пуля, у них фантастически болевой, потому что они хотят человеку или крупному животному боль причинить, а не съесть. Поэтому вот есть такой вот момент болевой. Здесь, когда ты хочешь съесть, противоболевой, все варианты. Яд же является еще и репеллентом, яд является привлекателем, наоборот, аттрактантом для своих самки, там, и все такое. Очень много функций есть у яда, да. Еще вопрос, пожалуйста, если короткий. Так, работает, да, работает. Скажите, пожалуйста, ну, яд, это же коктейль всяких токсинов, в том числе и неры и так далее. А вы разобрались, какой именно компонент из этих ядов, там, грузовый или вот этой красной, является вот как раз этим анти, болевым эффектом обладает? Да, вы знаете, ну, хорошо известно, что, собственно говоря, вот этот кобра-токсин, который работает, значит, на нейромышечной передаче, очень здорово, да, потому что он является блокатором, да, этих холиновых рецепторов, одновременно они еще прекрасно, вот фосфолипаза А2 яда гюрзы, она прекрасно блокирует натриевые каналы, ТРП4, ТРПВ4, то есть фактически они блокируют нервную передачу, в то время как когда я говорил о кариофилене, он блокирует больше, значит, через каннабиноидную систему, причем каннабиноидная система тоже непростая, она, значит, действует на керотиноциты, они выделяют эндорфины, которые работают через опиатную систему, вот мы сейчас закупили и морфин, и его, значит, антагонист налоксон, и еще взяли кариофилен и его антагонист СР-144-528, так называется, для того, чтобы подробно посмотреть. Давайте вы это еще, если есть короткие вопросы, короткий ответ, Саша. Ну, раз про яды и вопрос Екатерина задала, тот же, который я хотел задать, давайте я его повторю. Да. Какой компонент на что действует? Какой компонент на что действует? Вы знаете, мы проверили наиболее болевой компонент яда гюрзы, это фосфолипаза А2. Противоболевой или болевой? Нет, болевой, и он же противоболевой, поскольку соладозис фацет венена, то есть именно доза определяет ядовитость. Когда фосфолипаза работает в малом количестве, она очень мало производит воспалительных веществ, только блокирует каналы и потом через фосфолипазный рецептор интернализуется и деградирует. А когда ее много и очень много воспалительных веществ, выбрасывается очень много лизофосфатидилхолина и арахидуной кислоты, совершенно другое. спасибо. Спасибо. Вам спасибо.